В Сприкамье уже несколько лет растет рождаемость. В регионе увеличивается число многодетных семей. Теперь главная задача сохранить положительную динамику. О тенденциях и новинках краевой социальной политики в очередном выпуске программы «Открытая тема». Здравствуйте! Пермский край – регион достаточно продвинутый и прогрессивный. Что это значит? Это значит, что задача власти сделать так, чтобы развивалось не только промышленное производство. Особое место в системе государственной поддержки занимают семьи с детьми и особенно многодетные семьи. Елена Сапожникова давно вывела свою формулу женского счастья. Ее главный ингредиент – большая семья. Мама уже воспитывает двоих сыновей. Восьмилетний Слава и трехлетний Родион радуют успехами в школе и садике, а родители планируют будущее. Мы хотим минимум пять детей, чтобы вся семья уместилась. Мы хотим строить дом, где-нибудь за городом. Я планирую там сад, груши, чтобы были яблоки и сливы. Почему-то вот я хочу. Ну, может быть, недалеко от водоема, чтобы можно было купаться. Сейчас семья оформляет документы на получение федерального материнского капитала – почти 430 тысяч рублей. С рождением третьего ребенка Сапожниковы смогут претендовать и на региональный мат-капитал. Закон об этой мере дополнительной поддержки прикамских многодетных семей приняли в 2012 году. Согласно документу, на каждого третьего и последующего ребенка, рожденного с 1 января 2011 по 31 декабря 2013 года, полагается выплата из региональной казны. Сумма постоянно индексировалась и в прошлом году достигла 116 тысяч рублей. Эти деньги родители могут потратить на улучшение жилищных условий, образование и оздоровление детей, а также на обеспечение ребят с ограниченными возможностями здоровья и техническими средствами реабилитации. Сегодня программа регионального мат-капитала завершена, но ее эффективность уже доказана на практике – рождаемость в прикамье повысилась. За три года действия программы дополнительную финансовую помощь получили почти 9 тысяч семей. А значит, поддержку рублем необходимо продолжить. Сейчас дети, которые родились в 2014 году, уже не могут претендовать на получение данной выплаты из краевого бюджета. Мы считаем, что эту практику необходимо продолжить. Поэтому фракция «Справедливая Россия» в законодательном собрании внесла законопроект о продлении действия этого закона и распространении его на случай рождения детей после 1 января 2014 года. Законотворческую инициативу «Справедлива Россов» народные избранники рассмотрят во время весенней сессии законодательного собрания. Если действия программы продлят, полезный сертификат получат мамы, родившие третьего и последующего ребенка до 31 января текущего года. А воспользоваться дополнительной поддержкой многодетные семьи смогут до 30 июня 2017 года. У Натальи Щербаковой подрастают две дочки. Семья с нетерпением ждет переезда. Дом, в котором они купили квартиру, скоро сдадут. А значит, можно подумать и о третьем малыше. Глава семейства Щербаковых давно мечтает о сыне. Продление действия программы регионального материнского капитала, возможно, поможет сделать этот серьезный шаг. Выплата может погасить часть ипотечного кредита. Для молодых семей это хорошая подспорь для решения жилищных проблем. Поддержка семей с детьми среди приоритетных направлений региональной политики. Наряду с выплатами краевого материнского капитала многодетные семьи получают ежемесячное пособие в размере более 7 тысяч рублей. И это тоже хорошее подспорье для тех, кто планирует расширение семейства. Я смогу потратить эти деньги на то, чтобы устроить ребенка в хороший частный садик. Могу потратить на более дорогую одежду эти деньги или, например, на те же продукты питания. Продукты более качественные, фермерские, они стоят гораздо дороже, поэтому я бы, например, на это бы потратила эти деньги. Многодетные семьи получают земельные участки. Им бесплатно выделяют древесину для строительства дома. Причем законодательная база, регулирующая права больших прикамских семей, постоянно совершенствуется. Между депутатами законодательного собрания и многодетными семьями установился очень продуктивный диалог. Совместно мы разрабатывали законопроекты, которыми вносились изменения в процедуру предоставления земельных участков. Устранялся ряд барьеров, мешающих многодетным семьям получать земельные участки. Кроме того, сейчас идет совместная работа с организациями, объединяющими многодетные семьи, по решению вопроса обеспечения этих земельных участков инфраструктурой. Возможно, скоро свой участок получит и семья Сапожниковых. По закону, землю им предоставят, когда в семье родится третий малыш. И судя по настроению мамы, это время не за горами. Когда они двое, они уже когда постарше становятся, они уже друг другом занимаются. И даже проще. А когда их еще больше, они друг другом еще больше занимаются. Поэтому у мамы, как ни странно, достаточно много свободного времени, чтобы посвятить время и себе, и мужу, и готовке, и уборке, и всему остальному. И еще один важный нюанс. Сейчас семьи создают те, кто родился во время демографического кризиса 90-х. Не допустить очередного спада рождаемости возможно за счет воспитания троих и более детей. Поэтому поддержка многодетных семей – стратегически важная задача. На этом у меня все. Увидимся в следующем выпуске «Открытой темы». Субтитры создавал DimaTorzok